На русском говорят правду и сейчас вы узнаете действительно эксклюзивные вещи. Эксклюзивные они потому что, как минимум, в Российской Федерации ни один государственный федеральный канал не может позволить себе рассказать правду о семье Владимира Путина. Это, наверное, буквально под грифом секрет, но только может проходить мимо журналистов и редакторов российских федеральных телеканалов. Вот недавно наши коллеги из издания «Важные истории» вместе с Der Spiegel, это немецкое издание, получили доступ к архиву уникальных документов. Потому что документы эти были изъяты из электронной почты сотрудника службы безопасности президента Российской Федерации Алексея Скрипчака. Так вот, в этих документах уникальная информация о том, как живут, внимание, дочери Путина. Те самые Мария и Екатерина, вот там как раз информация про Екатерину, которых Путин всю жизнь скрывает, ссылаясь на то, что живут они очень скромно, тихо, и он просто не хочет делать их жизнь публичной. Это, конечно же, ложь. И вот то, как на самом деле живет одна из дочерей Путина, какими проектами управляет, сколько денег тратит на свою жизнь, выяснили наши коллеги. Вот мы сейчас вас познакомим с редактором издания «Важные истории», который занимался этим расследованием. Роман Анин сейчас с нами на связи. Роман, здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть на канале Freedom. И сразу предлагаем нашей аудитории посмотреть небольшую, опять-таки повторюсь, небольшую выдержку из вашего расследования. Всем рекомендуем его посмотреть полностью. Оно идет около 23 минут, очень содержательно и интересно. О том, кто такая Екатерина Тихонова и какими проектами она все-таки управляет, чтобы вы больше поняли, о чем речь. Смотрим и после этого начинаем. Я читал, конечно, в интернете, в некоторых других изданиях разных по поводу Екатерины Тихонова. И так же, как и по другим, возможно, моим родственникам и дочерям. Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они никуда не лезут. Путин правит Россией более 20 лет и все это время отказывается называть имена своих дочерей. Его семья – это буквально одна из главных тайн страны. Этим Путин отличается от политиков развитых стран, которые не боятся появляться на публике вместе со своей семьей. Тем самым они дают понять, что им нечего скрывать от своих избирателей. Нежелание Путина говорить о своих дочерях еще можно было бы понять, если бы они действительно никуда не лезли. Но это уже давно не так. Та же Тихонова неоднократно пользовалась родственными связями для продвижения своих проектов. Например, ее давнее увлечение – акробатический рок-н-ролл – спонсирует крупнейшие российские предприятия, связанные с президентской семьей. Среди партнеров ее фонда «Инопрактика» – главные государственные компании и корпорации страны. Ну и наконец, как можно говорить о том, что дочери Путина никуда не лезут после того, как в июле этого года Тихонова была назначена сопредседателем Координационного совета РСПП по импортозамещению? Катерина Тихонова садится на раздачу. Без ее визы получить деньги на импортозамещение в России, наверное, будет крайне тяжело. Ну, с чем, наверное, ее надо поздравить. Собственно говоря, у нас еще Борис Абрамович Березовский, который продвигал Путина на пост президента, учил, что самое главное – это контролировать бюджетные потоки. Об этом весь доход. Но архив Скрипчака, на мой взгляд, рассказывает о путинской семье нечто гораздо более важное, чем коррупция. Хотя, конечно, мы поговорим о том, во сколько обходились все эти путешествия и содержание огромной армии охранников. Мне кажется, что эта история не столько про деньги, сколько про их психологию, про то, каким они видят внешний мир и как его параноидально боятся. До такой степени, что даже любовное свидание, поездку на шопинг или отдых в СПА превращают в спецоперацию. И еще одна спецоперация, какая уж из спецопераций Путина, стала Центром журналистского расследования важных историй. И редактор Роман Анин с нами на прямом включении телеканала Freedom. Роман, ваше расследование начинается со слов, как в середине апреля 2018 года в аэропорт Мюнхена из Москвы прилетела группа сотрудников. Службы безопасности президента, сокращенно СБП. В столицу Баварии они прибыли с особым заданием, дали троеточие. Продолжите, пожалуйста, как же живет Екатерина Тихонова. Расскажите самые главные ее заслуги и то, почему зритель должен узнать, какой она связь имеет с топ-политикумом России. Ну, то особое задание, с которым прибыли в Мюнхен сотрудники службы безопасности президента, а в той конкретной спецоперации, мюнхенской спецоперации, их было 12. Так вот, их задача была сопровождать Екатерину Тихонову во время ее любовного свидания. Она приехала в Мюнхен для того, чтобы повидаться со своим партнером, неофициальным зятем Путина, Игорем Зеленским. Он не имеет никакого отношения к президенту Украины, он его однофамилец. И на протяжении шести последних лет он возглавлял баварский балет, то есть жил и работал в Мюнхене. Екатерина Тихонова на протяжении многих лет, она жила на два дома, Москву и Мюнхен, куда она летала буквально каждый месяц, порой по несколько раз в неделю, вместе со своей дочерью, которую она родила от Зеленского в 2017 году. И все это время ее сопровождала вот эта вот армия сотрудников спецслужб. Чтобы вы понимали, речь идет не только про свидания, а про вообще любые частные поездки Тихоновой. Ну, например, я в тексте и в видео рассказываю про эпизод, когда в 2016 году Тихонова полетела на два дня в СПА, и во время этих двух дней ее сопровождало 10 сотрудников службы безопасности президента. Зачем в Швеции в СПА 10 сотрудников российских спецслужб попариться? Я не очень понимаю, вернее понимаю, это как раз об этом и история, об их психологии. Ну и кроме того, во время этих многочисленных частных поездок Тихонова летала на бизнес-джетах, один из которых принадлежит государственной компании РФПИ. И тем самым, как говорят эксперты, это, конечно же, мы поговорили с экспертом из Transparency International, международным юристом, и он говорит, что это пример типичного коррупционного поведения и неэтичного использования бюджетных средств из России. Но я здесь, честно говоря, как журналист, сказал бы, что, в общем, на использование бюджетных средств на коррупцию мне, в общем, плевать, чем больше они украдут, тем меньше танков произведут. Мне кажется, что самое важное здесь это показать, насколько они лицемерны, потому что все это время они пугают граждан России Западом и западными ценностями, говорят о том, как Запад, значит, уничтожает Россию. А в это время зять Путина живет на Западе. Зеленский покинул Баварский бюджет только в апреле этого года, на третий месяц войны. То есть мы правильно понимаем, что за читой Путиных, условно говоря, да, есть, ну даже не условно, а есть конкретный человек, Алексей Скрипчак, да, сотрудник службы безопасности президента, который занимается курированием охраны, их передвижений, и вот занимается этим на протяжении последних, ну вот, больше 10 лет. То есть это определенная ветка, которая занимается обеспечением безопасности дочерей Путина. Да, но в этом нет ничего, ну вернее, здесь такая двоякая ситуация. Значит, во-первых, служба безопасности президента, она входит в ПСО, задача которой предоставляет государственную охрану российским чиновникам и в некоторых случаях их родственникам. По российскому закону члены президентской семьи имеют право на госохрану только если проживают с ним совместно, либо его сопровождают. То есть, естественно, частные поездки в СПА, они под действие этого закона не подпадают. И на каком основании сотрудники службы безопасности президента охраняли дочь Путина во время ее свиданий, ну это большой вопрос. Тем не менее, в законе есть лазейка, которая говорит, что президент может предоставить госохрану кому угодно. То есть здесь такое противоречие. С одной стороны, закон запрещает давать охрану дочерям, с другой стороны, президент этот закон может, ну как бы, сам и обойти. Но это не отменяется, мой суть истории. Роман, вот возвращаясь к бюджетным средствам, да, вы правильно сказали, что чем больше украдут, тем меньше танков смогут склепать. Но все же это же деньги и немалые деньги. Мы же говорим о периоде времени с 16 по 22 год, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, вы пробовали посчитать, сколько ушло из бюджета на эти свидания и на эти поездки? И сколько сейчас Тихонова получила под свои новые проекты? Посчитать трудно, но я приведу пример. Допустим, одна только поездка вот в Мюнхен, с которой я начинаю историю в апреле 18-го года, когда ее сопровождало 10 сотрудников спецслужб. Вот размещение только этих 10 сотрудников спецслужб стоило более 2 миллионов рублей. Ну, то есть, если мы говорим про, а там были десятки поездок, ну, только в Германию больше 40, в другие страны мира тоже огромное количество. Ну, то есть, это, наверное, сотни миллионов рублей были потрачены на только командировки. А еще же нужно учитывать бизнес-джеты. Один только перелет бизнес-джета из Москвы в Мюнхен и обратно стоит порядка 40 тысяч евро. Ну, если таких перелетов было за год там 10, то вот вам уже полмиллиона евро. Ну, короче, это сотни миллионов рублей были на это потрачены. Если говорить про Тихонова, чем она сейчас занимается, то у нее есть фонды на практике. Это некоммерческая организация, которая получает спонсорскую поддержку от крупнейших госкомпаний страны и компаний, связанных с семьей Путина. Кроме того, Тихонова сейчас вот вошла в Российский Союз промышленников-предпринимателей, где будет отвечать за импортозамещение. И это такое ключевое направление в российской экономике, потому что мы знаем из-за санкций они потеряли возможность импортировать важнейшие компоненты не только в промышленности, но и в военном производстве. И, видимо, задача Тихоновой будет в этом направлении работать для того, чтобы они и дальше могли производить ракеты и выпускать их по мирным городам Украины. Ну, а еще, наверное, это какое-то бездонное море, где можно освоить хорошие куски государственного бюджета, опять же. Скажите, пожалуйста, Акбер... Ну, безусловно. У них же это всегда любая патриотическая идея у них совмещается с тем, чтобы половину украсть, а половину потратить на пиар патриотизма, но и оставшиеся пустить в дело. Из-за очень интересного момента хочется отметить, что вот как раз члены семьи, о которых вы описываете, Путина, использовали, например, в апреле 2018 года перелеты с помощью бизнес-джета Гольфстрим J650. И вот это как раз та встреча в Мюнхене, которую Тихонова проводила со своим гражданским мужем по фамилии Зеленский. И интересно, что якобы, по информации от ваших коллег, я так понимаю, коллег из издания «Ведомости», принадлежит этот бизнес-джет экспортеру главному российской нефти Геннадию Тимченко. То есть, в принципе, мы видим здесь вот эту схему, как с дворцом Путина, да, он напрямую не закупает ничего, а использует имущество своих друзей, которые его окружают, в том числе и для проектов своей дочери. Правильно я понимаю? Да, примерно так. Этот самолет, он раньше принадлежал Тимченко. Тимченко его продал в 2018 году, и самолет приобрела государственная компания РФПИ. Собственно, в этом-то есть тоже еще одно проявление коррупции, потому что Тихонова использовала имущество госкомпании для своих частных поездок. Что это за аббревиатура, аудитория, если не понимает? Да, это российский фонд прямых инвестиций, это такой суверенный фонд, который вкладывает триллионы рублей в различные проекты. И он же занимается разработкой и производством вакцины «Спутник Ви» и ее экспортом в другие страны. Так вот, действительно, у этого самолета очень интересная судьба. До того, как оказаться на балансе РФПИ, он принадлежал Тимченко. И более того, как говорили источники, Тимченко приобрел этот самолет специально, чтобы порадовать президента России, потому что скорость прилета близка к скорости звука. И вообще, эта компания Тимченко, Airfix Aviation, которая владела этим и другими самолетами, она постоянно использовала семьи Путина для перелетов. Вот и дочки летали, и сам Путин летал. А кроме того, как говорили источники, иногда эти частные самолеты даже перевозили путинского лабрадора, когда он по нему сильно скучал. Просто представьте уровень коррупции, цинизма и лицемерия этих людей, которые готовы потратить 50 тысяч евро, отправить бизнес-джет за собакой, потому что царь по ней заскучал. Ну вот такие нравы в семье президента России. Да, это интересная такая наклонность к любви к животным. В принципе, в этом плохого ничего нет. При этом, убивая миллионы людей, десятки тысяч, очень-очень любит собачек. Ну и, насколько я помню, что Сергей Шойгу когда-то Путина впечатлел подарком лабрадора, если не ошибаюсь, он его тоже подарил, чем якобы его расположение хотел заслужить. Роман, а скажите, пожалуйста... Извините, но там с этой собакой была еще какая-то параллельная история. Я все время хотела спросить у наших российских коллег, может быть, знаете, насколько правда это. Якобы собаку подарили Путину для того, чтобы, когда он выйдет к прессе, у него на лице была оправдана радость. А радость это была на самом деле связана с тем, что он стал отцом, еще раз стал отцом от Алины Кабаевой. Слушайте, я про такое ничего не слышал, но, честно говоря, выглядит, звучит как утка. Да, но давайте вернемся к серьезным делам. Вы в конце расследования говорили о том, что сделали запросы в официальные органы для того, чтобы вам подтвердили и рейсы, и стоимость этих перелетов, и сами факты. Скажите, пожалуйста, были ли какие-то ответы? Есть ли документальные ответы на ваши вопросы? Нет, никто из участников этой истории на наши запросы, конечно же, не ответил. Да и в целом уже забыли те времена, когда власти России или представители властей вообще на что-то отвечали. Я имею в виду запросы журналистов. Но нам удалось подтвердить эти документы по многочисленным иным источникам. Во-первых, немецкие власти ответили на вопросы нашей коллеги Шпигеля, и там довольно интересно, потому что в какой-то момент, ну это как всегда, знаете, у российских властей, они говорят, что начинают войну для того, чтобы отодвинуть НАТО от границы, а в итоге НАТО, наоборот, к границам приближается. Так же и здесь. Они отправляли десятки сотрудников спецслужб для того, чтобы, видимо, усилить безопасность вокруг Тихоновой, а вышло все равно наоборот. Когда у вас такая армия молодых граждан России с диппаспортами, значит, приезжает в Германию, конечно же, в какой-то момент немецкие спецслужбы заподозрили неладное. И они стали следить, в том числе и за дочкой Путина, потому что по немецким законам, когда приезжает такая сотрудник из службы безопасности, они обязаны уведомлять о том, что собираются на территории Германии находиться с оружием. А они этого не делали. И, в общем, за дочкой Путина даже какое-то время немецкие спецслужбы следили. Роман, это очень действительно классная с точки зрения журналистики, в том числе работа, которую вы с коллегами провели. Вот смотрю, что полмиллиона просмотров даже уже более набрало. И, знаете, вот, к сожалению, хочется тут снять радужные очки и спросить вас вот о чем. Расследование Навального, которое, наверное, собрало больше всего просмотров за всю историю расследовательской журналистики, 124 миллиона просмотров про дворец Путина, тогда его обсуждали все. Но, тем не менее, мы видим результат. Навальный в тюрьме, Путин продолжает находиться у власти, и, более того, развязывает полномасштабную войну против Украины. Вот вы своим расследованием, которое, подчеркиваю, действительно, мне кажется, очень важное и значимое для аудитории, которая хочет думать, видите какие-то последствия для российского общества и вообще какую-то их реакцию? Ну, это такое, да, мы перешли в философскую плоскость, но давайте попробуем. Первое, смотрите, российское общество сейчас поделено, условно, на три части, да. Первая часть – это те, которые войну, безусловно, не поддерживают. И, в общем, им что-то объяснять не нужно. Они и так знают, что российская власть преступна, аморальна, и что эта война – это просто величайшее преступление, которое можно было совершить против народа Украины и против народа России. Вот им ничего объяснять не надо. Есть другая часть общества, которая эту войну, безусловно, поддерживает. Она, на мой взгляд, все-таки больше той, которая не поддерживает. Им тоже объяснять уже ничего не нужно. Ну, просто невозможно переубедить. Но сама большая часть общества, вот прослойка между этими двумя точками экстремума, это все-таки так называемые колеблющиеся, сомневающиеся. Ну, которые люди, которые думают, ну, война – это плохо, но вот здесь нас пугает НАТО и так далее. Вот этих людей очень важно, им до них донести правду, да, объяснить, что на самом деле происходит в Украине и что на самом деле из себя представляет семья Путина. Вот на такую аудиторию, собственно, наше расследование и рассчитаны, мы пытаемся этим людям показать правду, чтобы они, наконец-таки, перестали верить пропаганде. Вот первое, для чего мы это делаем. Получится или нет, я не знаю, но мы не можем этого не делать. Когда идет война, то ты, как гражданин России или как гражданин вообще любой другой страны мира, обязан делать что-то, чтобы эту преступную войну остановить и помочь народу Украины. Да-да, конечно же. Ну, второе еще важно, почему мы это делаем. Ведь никто не отменял историю. История Путина, ошибка Путина в том, что он думает, что история заканчивается на нем. Это не так. История будет продолжаться еще сто, пятьсот и тысячи лет после этого. И очень важно, чтобы будущие поколения в России, в мире вообще знали о том, что происходило в стране и знали, что из себя представляла семья Путина изнутри. На этом основе будут писаться книги и научные работы. И в этом смысле журналисты выполняют такую работу летописцев. Мы сохраняем историю. Она очень важна для того, чтобы люди в будущем знали, что происходило. Вот для чего мы это делаем. Да-да, безусловно. Тут не стоит, конечно же, вопрос о том, стоит ли это делать. Конечно, стоит. Скорее, да, о том, какая была ваше ожидание, да и какая реальность есть. И резонанс тот ли вы получили, на который наверняка как автор материала рассчитывали. Хорошо. А давайте про ваши выводы личные спросим. Вот вы провели это расследование. Конечно, вы и так, взявшись за него, понимали, что в путинской системе и в его семье очень большая коррупция, но вот конкретно какая узнали в ходе своей работы. Ваши выводы, ваши ощущения? Знаете, у меня, ну, в силу того, что я 15 лет уже этим занимаюсь, каких-то удивлений нет. Я, ну, вот правда, уже к этому, к этой работе отношусь. Наверное, когда мне было там 20 лет, я только приходил в профессию. Я как-то чему-то удивлялся. А когда ты 15 лет пишешь о России, коррупции в России, да и не только о коррупции, а о криминально организованной преступности, о том, как Путин вообще вышел из самых ужасных преступных группировок Петербурга, как они там людей убивали и расчленяли. В общем, ты перестаешь чему бы то ни было удивляться. У меня не было никаких ожиданий в плане, там, просмотров или в плане какой-то реакции общества. В этом смысле, кстати, для меня гораздо важнее наше предыдущее расследование, которое делал не я, а моя коллега Катя Фоминагди. Мы первые из журналистов вообще в мире смогли поговорить с российским солдатом, который признался о военных преступлениях в убийстве мирного жителя в Андреевке, в Киевской области. Его уже посмотрело там почти полтора миллиона человек. Вот это важно, и мы когда смотрим на статистику, мы понимаем, что это смотрят люди не из Москвы, не из Питера, а со всей России, со всех регионов. И я думаю, что многие, посмотревшие то расследование и это тоже, они смогут вообще сравнить, увидеть, что вот как относятся к российским солдатам из обычных семей, из деревень, отправляют их на убой, и вот как относятся к семье Путина, которая живет за границей. Это очень важно в плане сравнения. И я, честно говоря, думаю, что войну это, конечно же, не остановит, но уверен, что сотни, может быть и тысячи человек, которые собирались там поехать в Украину добровольцами, а таких, собственно, немало, посмотрев это, поймут, что туда ехать не стоит. И это тоже очень важная, кстати, часть работы, и я думаю, что я рад, что мы ее делаем. Спасибо большое, Роман. Будем надеяться, что так оно и будет, и что и в России увидят, и в Украине увидят, и жизней можно будет сохранить больше. Спасибо вам за вашу работу и за этот разговор, за это включение в эфире телеканала Freedom. Спасибо вам. Роман Анин, редактор издания «Важные истории». Спасибо.